Здравствуйте, мои коллеги! Я надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Поставьте, да, вот уже люди ставят плюсики в чат. Спасибо! Я вижу, что меня видно и слышно. Сегодня вебинар мы с вами проведем вместе. Я буду в качестве спикера. И тема нашей сегодняшней – интерактивные путешествия в учебном контенте. Впрочем, прежде чем начать нашу тему, я, как всегда, возьму на себя функции неведущего организатора и сделаю несколько объявлений. В самом начале нашего чата находятся три полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт, на сайт Директ Академии и на его главную страницу – на страницу расписания. На этой странице вы можете зарегистрироваться на все вебинары, предстоящие нам в этом учебном году. Их, правда, осталось уже не так много. До конца июня месяца около 18-20, даже меньше, наверное, около 15 вебинаров. Но, тем не менее, расписание вперед готово. И вы можете его… практически все темы определены. И вы можете зарегистрироваться на любой вебинар. В этом же расписании вы можете посмотреть записи всех предыдущих вебинаров, которые уже выложены на наш видеоканал. Собственно, вторая запись, вторая ссылка наверху чата – это ссылка на наш видеоканал на YouTube, на котором расположено уже почти 300 записей наших вебинаров. Вот буквально завтра мы будем праздновать цифру 300. Это будет 300-й вебинар, который будет записан на наш видеоканал. Так что подписывайтесь на наш видеоканал и будете всегда в курсе того, что происходит в Директ Академии. Ну и, наконец, третья ссылка отвечает на вопрос, как теперь… Отвечает на вопрос, что еще есть у нас в Директ Академии. И эта ссылка отсылает на новую страницу нашего сайта, которая называется «Онлайн-курсы». «Онлайн-курсы» – это предложение компании Директ Медиа вузам, юридическим, ну отчасти физическим лицам по нашим, по онлайн-обучению. Приходите на эту страницу, смотрите, пока там 4 онлайн-курса, но я думаю, что в ближайшее время их число будет существенно пополнено. И, по крайней мере, где-то до цифры 8 мы дойдем, а к осени, наверное, где-то до цифры 10 предлагаемых онлайн-курсов. Как всегда, предлагаю вам ознакомиться с анонсом на ближайшие 3 вебинара, анонсов 3-3 следующих вебинаров. Сейчас я дам вам эту информацию прямо в чате, внизу чата. Итак, 3 следующих вебинара будут проходить в 3 последующие дня – завтра, послезавтра и 9-го числа. 9-го, напомню, у нас в России перенесенный день, это субботний рабочий день, вот поэтому он тоже у нас задействован под вебинар. Итак, завтра у нас будет вебинар Константина Николаевича Костюка, генерального директора компании Директ Медиа, который называется «Международная практика использования электронной книги в научных библиотеках. Общее и различие». Константин Николаевич, как всегда, выступает с темами общего философского характера, с темами отраслевыми, и у него, как всегда, должно быть интересно. 8-го числа, послезавтра, Татьяна Телегина, наш постоянный спикер, который у нас появляется не реже, чем раз в две недели, проведет очередной вебинар по библиографии, который называется «Знакомьтесь, классификатор ББК». Ну и 9-го числа в качестве спикера у нас дебютирует сотрудница Директ Медиа, наш директор по маркетингу Марьяна Ганичева, и ее тема «Сервис ВКР-репозиторий и студенческая наука». Это наш, как мы называем, продуктовый вебинар, который рассказывает об одном из продуктов компании Директ Медиа. Ну, вот, собственно, и все. Вижу вопрос. Да, это не вопрос. Спасибо за очень полезную тему. Ну, спасибо будете говорить в конце. Я ее пока не озвучил. Давайте приступим. Да, всем здравствуйте. Я заранее говорю, кто позднее зашел, я уже поздоровался. Давайте перейдем к сегодняшней нашей теме. Эта тема, обращая ваше внимание, у нас есть несколько спикеров, которые озвучивают примерно похожие темы, скажем так, похожие темы. Но подход у нас совершенно различный. И вот мой подход к освещению вот этих вот тем, он не столько информационный, сколько учебный. Поэтому, ну, во-первых, тем, кто реально хочет познакомиться с тем инструментом, о котором я буду сегодня говорить, я чуть позже коснусь этого вопроса, я предлагаю скачать презентацию, потому что там есть разные ссылки. А также, если вы желаете, можете скачать те учебные ролики, которые я сегодня буду вам показывать. Эти учебные ролики, правда, есть и на нашем учебном канале на YouTube, и на моем личном канале они есть, и на канале компании Direct Media. Но, тем не менее, если кто-то хочет эти ролики иметь у себя, при себе может их скачать. С этими учебными роликами очень удобно осваивать интерактивные путешествия, о которых мы будем сегодня говорить. Так вот, еще немножко о методическом подходе. Сегодня мы рассмотрим один единственный сервис, который называется StoryMap.js. И попробуем на основе этого сервиса создать интерактивные путешествия. То есть, сегодняшняя вся моя презентация будет посвящена тому, чтобы научиться работать с этим сервисом. Давайте я попробую вам дать ссылки прямо в чат. Итак, вот этот сервис. Ловите ссылочку в чат. Главную его страницу можете открыть. Правда, по ходу, прямо по ходу вебинара вряд ли получится у вас поработать с этим сервисом. Он все-таки достаточно продвинутый. Но зайти в него, посмотреть, как он работает, вполне можно. StoryMap.js – это сервис для создания интерактивных путешествий. Вот этот вот символ JS. Сейчас я включу карандашик, потому что я люблю им рисовать в процессе нашей работы. Вот этот символ JS означает принадлежность сервиса к ряду сервисов, которые создала компания NeedLab Северо-Западного университета США. Сервисы эти замечательные. Один из этих сервисов мы с вами рассмотрели в прошлый раз – это Timeline.js сервис. Ну, а второй сервис, почти такой же популярный – это StoryMap.js. Хороши эти сервисы тем, что они абсолютно бесплатные. Это во-первых. А во-вторых, они, ну, по крайней мере, StoryMap.js, а Timeline.js прошлый, он не требовал даже никакой регистрации на себе. То есть он вообще абсолютно свободный. StoryMap.js немножко более закрыт в том смысле, что он, да, он бесплатный, но он требует регистрации. Правда, регистрации – так, проблемы со звуком у всех или только у Рады Александровны? Раз, два, три. Пожалуйста, напишите, есть звук или нет. Ну, понятно. Ну, тогда, да, тогда, скорее всего, это со стороны клиента проблемы. Ну что ж, тогда я проблему. Тогда я продолжу. Если будут какие-то проблемы, пожалуйста, я прошу кого-нибудь написать ради Александры, что проблемы, скорее всего, на ее стороне, чтобы она посмотрела, включены ли динамики или нет. Потому что сейчас времени писать в чате у меня нет. Хорошо. Значит, продолжим насчет этого сервиса. Сервис этот, да, совершенно верно. StoryMap требует регистрации в Google. То есть, если у вас уже есть в Google аккаунт, то ничего делать не надо. Просто StoryMap спросит, когда вы начнете с ним работать, спросит ваш аккаунт подтвердить вход в аккаунт ваш. Вот и все. Ну, он может, если у вас есть несколько аккаунтов, он вас спросит, в какой из них входить. Вот. И вы должны выбрать тот аккаунт, который, с которым вы хотите связать ваш, ваш StoryMap. Ну, собственно, пришло время показать, что он из себя представляет. Сервис StoryMap.js создает карту путешествия. Если вы помните, кто был на прошлом нашем вебинаре про Timeline.js, там аналогичная ситуация. Но если там мы располагали события на временной шкале, то StoryMap.js располагает события на карте. Вот. И в точках карты, вот эти точки какие-то, да, они, каждый из них отмечен вот таким вот шильдиком, можно помещать различный контент. Контент, связанный с этой точкой. Это, например, фотография, звук, звуковой файл, какие-то соцсети, например, твит, сообщение в Instagram, сообщение в Google+. Плюс статью из Википедии. Разумеется, разные варианты, четыре разных варианта облачных сервисов с видео и так далее. Практически все, что работает, любые виды медиа, которые работают с Timeline.js, работают и с сервисом StoryMap.js тоже. Вот. Таким образом, здесь у нас, если там была у нас временная привязка, то здесь у нас привязка географическая. И это очень интересно и очень важно. Вот так примерно выглядит один слайд. Это та же самая карта, но уже в рабочем состоянии. Если это исходное состояние карты, то вот это состояние рабочее, какой-то слайд показываете. Как видим, вот здесь показывается точка на карте. Вот здесь показывается описание этого слайда, которое состоит из названия и текста какого-то. Ну, а здесь в верхней части какой-то медиаресурс. В данном случае это картинка, карта. Ну, и у этого медиаресурса есть подписи. Копирайтная подпись и подпись к медиа. Не путать с описанием слайда. Это подпись к самому медиа. То есть это описывает вот этот рисунок в данном случае, вот эту иллюстрацию. А слайд описывает вот это вот место. Что этот слайд говорит про вот это вот место. Вот. Ну, идеология достаточно простая, а более точно мы с вами сейчас будем разбираться. Ну вот, другой вариант. Здесь в качестве медиа используется видео с YouTube. И вариантов достаточно много. Мы с вами уже, правда, не погружаясь глубоко в то, как это делать, рассматривали StoryMap.js, когда, ну, если кто-то из вас был на моем вебинаре, посвященном работе с гигапиксельными картинками, вот второй вид работы со StoryMap.js, это режим работы с гигапиксельной иллюстрацией, когда вместо карты подкладывается очень большое изображение в гигантском разрешении. И вот эти вот точки, это уже не точки на карте, а точки интереса на нашей гигапиксельной картинке. Впрочем, об этом мы сегодня говорить не будем. Вот так выглядит примерно слайд какой-то. Это вот увеличенное изображение полотна гигапиксельной картинки, а вот это вот ее описание. И здесь тоже может быть... Здесь все то же самое, что и в случае карты. Здесь тоже может быть медиаресурс, в данном случае его нету, вот, но он может быть. Про это мы говорить отдельно не будем, потому что я относительно подробно об этом рассказал на... в вебинаре про гигапиксельные иллюстрации. Ну и кроме того, этот режим работы со StoryMap.js, он такой усложненный, на него требуется, ну так вот, полтора вебинара, чтобы освоить это все. И достаточно там... Есть несколько сложных моментов, о которых надо обязательно рассказать. Поэтому сегодня мы будем говорить про первый наш случай. Ну что ж, и давайте я вам это все сейчас расскажу в действии. По ходу дела буду показывать свои короткие ролики. Вот вводный ролик. Давайте посмотрим по этому сервису. Добрый день, друзья. Сегодня мы с вами познакомимся с сервисом StoryMap.js, который предназначен для создания мультимедийных визуализаций на основе карт и изображений высокой четкости. Главная страница сервиса состоит из нескольких примеров небольшого описания и хелпа. Прежде всего, давайте ознакомимся с некоторыми примерами. На главной странице сервиса изображен пример виртуального путешествия. Это путешествие по Соединенным Штатам. Несколько пунктов назначения соединены одной линией. И для каждого из пунктов назначения существует слайд, описывающий его. Давайте полистаем эти слайды и посмотрим, что происходит. Как только мы перешли от главного экрана к первому слайду, карта приблизилась и навелась на изображение первой точки путешествия. Справа появилось краткое описание и медиаресурс, который описывает данную точку. В данном случае это изображение. Давайте пойдем дальше. Следующей точке соответствует медиаресурс твит, который появился справа. Далее мы видим снова изображение. Другое изображение. Изображение в виде карты старой. Вот это появилось видео. Видео, расположенное на Ютубе. Здравствуйте, я Джон Грин. Это Крэшкорс У.С. Хистерия. И сегодня... Следующий слайд. Это изображение на Виме. Далее мы видим медиаресурс в виде статьи в Википедии. Снова картинка. Снова какое-то видео. Здесь мы видим вставочку из сервиса Starify. Здесь мы видим звук, записанный в SoundCloud. Этот звук записан в сервисе SoundCloud. Снова изображение. И вот так, перемещаясь от точки к точке, мы перемещаемся между слайдами, рассматриваем информацию и читаем тексты, которые сопровождают описание. Собственно, в этом и состоит сервис StoryMap, который позволяет создавать вот такие вот визуализации. А теперь давайте познакомимся с другим видом визуализации, который называется визуализация гигапиксельной картинки. Слово гигапиксельная здесь надо воспринимать как метафору. Вообще говоря, понимается под ним любое изображение высокой четкости, которое позволяет достаточно близко приближать картиночку без ухудшения ее качества. В качестве примера здесь рассмотрена известная картина Ирайнима Босха «Сад земных наслаждений». На начальном кадре слева вы видите саму картину с проставленными кадрами, а при листании этих кадров картина приближается, ее разрешение при этом улучшается, а справа появляется описание данного фрагмента картины. Вот сейчас мы листаем слайды и видим, что картина то отдаляется, то приближается, при этом разрешение ее не ухудшается. А справа, соответственно, мы видим тексты, которые описывают данную картину. Хочу отметить, что тут вместе с текстами точно так же, как и в первом примере, могут присутствовать и дополнительные изображения, видеоотрывки, звуки и другие медиаресурсы. Вот, собственно, и все. Мы рассмотрели два примера, а в следующих роликах мы узнаем, как работать с сервисом StoryMap. ...ролик, я надеюсь, вы поняли, что такое сервис StoryMap и какие именно интерактивные элементы контента он может делать. Ну, наверное, я опустил некоторую информацию по поводу того, как можно его использовать в обучении. Разумеется, такой сервис с привязкой к географическим координатам может быть, может использоваться в обучении везде, где речь идет о том, что какие-то события происходили не только во времени, но и в пространстве. И когда важен пространственный контекст, вот в любом этом случае можно использовать сервис StoryMap.js, и он достаточно эффектно выглядит. Давайте я вам дам несколько таких примеров. Вот, например, одна из слушательниц моего курса по интерактивному контенту сделала вот такое домашнее задание о том, как великий педагог Пистолоция путешествовал о его путешествиях. Можете посмотреть. Это только один из примеров. Есть и другие примеры. Вот, например, вот еще один пример сейчас приведу прямо в чате. Это уже из разряда онлайн-журналистики. Информация про Дягилевский фестиваль в Перми. Вот, как он проходил, на каких площадках и так далее. Просто, чтобы вы смогли посмотреть правильные примеры и понять, где это может использоваться у вас. Ну что ж, а мы приступаем, собственно, к сервису. Что надо сделать для того, чтобы начать с ним работать? Первое, что мы делаем, нажимаем на вот эту большую зеленую кнопку Make History Map Now, то есть создадим нашу историю. И появляется запрос на ваш Google аккаунт, где вам предлагается залогиниться в Google аккаунте. После того, как вы нажимаете на эту зеленую кнопочку вот здесь вот, вы заходите, собственно, в сам сервис. Никакого, собственно, личного кабинета у вас нет. Есть просто список ваших Story Map, которые я покажу, где располагаются. Личным кабинетом считается ваш, собственно, аккаунт в Google. Вот так выглядит в целом проект, уже готовый проект в сервисе Story Map. Давайте я вам вкратце расскажу по номерам, какие элементы в интерфейсе существуют. Вот. Мы их все более-менее подробно рассмотрим. Под номером 1. Давайте я буду здесь подчеркивать, возможно, не всем видны номерочки, они не очень большие. Под номером 1 расположены основные настройки. Это опции всего проекта, настройки всего проекта и переход к списку всех проектов, которые у вас уже есть, если они есть, с тем, чтобы перейти на другой проект при необходимости. Второе. Переключатели режимов редактирования либо просмотра. Третье. Это основная здесь кнопка шея, при помощи которой вы можете взять код, ссылку или код готового элемента, готового интерактивного элемента. И вот этот вот код уже использовать в своем собственном учебном курсе, либо в блоге, либо в сайте. Путем вставки можете этот код расположить где угодно. Четвертый пункт. Вот этот вот. Вот эта вертикальная полоса. Это список всех слайдов, которые вы сделали. Каждый слайд может быть настроен по отдельности. Ну и, собственно, 5, 6, 7 и 8 это настройки отдельного слайда. Того слайда, который здесь показан красным цветом. Ну, в данном случае это настройки слайда обложечного сайта, слайда самого первого. И здесь присутствует медиаресурс, описание медиаресурса. Заглавие и описание сайта. Ну и две небольшие настройки, о которых мы поговорим по ходу дела. Давайте посмотрим. Да, ну вот если здесь был приведен общий вид и заголовочный слайд, то вот так вот выглядит текущий какой-то слайд. В данном случае 12 слайд. Вот. И работа над ним на карте уже. Подробнее это обсудим чуть позже. Давайте рассмотрим все элементы. Поначалу элементы настроек, вот наверху, которые находятся, настроек всего проекта. А потом перейдем к настройкам конкретных слайдов. Давайте посмотрим общие настройки. И первая настройка это My Maps. Переход к списку всех ваших карт. Если вы уже что-то делали, это для вас не первый проект, то тут появляется список. И в этом списке вы можете перейти между вашими проектами. Причем не делается разница между проектами обычными, то есть проектами с картами. И проектами, вот здесь, например, карточный проект, картографический проект. И здесь второй проект, это гигапиксельный проект с гигапиксельной картинкой в качестве подложки. Все они располагаются по алфавиту. Вот. Не по времени появления, а по алфавиту. Это иногда сбивает, когда много проектов у вас уже. Ну, найти можно, тем не менее. Вот это переход к списку. Вторая настройка, она достаточно важна. Это настройка всего проекта. И она достаточно продвинутая. Вот такая вот. В этой настройке есть несколько пунктов. Давайте каждую из них рассмотрим. Так, я сейчас посмотрю, есть ли у меня более полная. Нет, давайте вот здесь прямо. Первая настройка, это ширина и высота вашего интерактивного элемента. По умолчанию, ширина 100%. Задавать можно как в процентах, так и в пикселях. Ширина 100% и высота 800 пикселей. Эта ширина и высота касаются, в зависимости от того, что вы используете. Если вы используете ссылку и открываете этот элемент в отдельном окне, это, соответственно, ширина и высота этого окна браузера или вкладки браузера. Если же вы используете StoryMap.js, чтобы взять вставку в свой собственный сайт или в свой собственный курс, то это будет касаться того фрейма, куда вы это вставите. Соответственно, 100% от того места, куда вы вставили это в свой ресурс. И 800 пикселей так и остается. Настройка языка. Постарайтесь здесь найти свой родной язык. Это язык того интерактивного элемента, который вы создаете. Там есть элементы интерфейса, их, правда, не так много, и они будут на вашем языке, на вашем родном языке. Я здесь поставил русский язык. Ну, если вам это не так важно, можете оставить по умолчанию английский язык, чтобы все понимали независимость, если у вас такой международный проект. Обращаю ваше внимание, это не настройка языка самого сервиса. Сам сервис остается на английском языке. Все его настройки на английском языке так и остаются. Это настройка элементов интерфейса, того интерактивного элемента, который вы сделали. Шрифты. Я вам предлагаю здесь ничего не менять и оставить шрифты по умолчанию. Если, конечно, вы делаете англоязычный проект, вы можете здесь, как говорится, поиграться со шрифтами, подобрать более красивые, на ваш взгляд. Ну, во-первых, шрифты по умолчанию не так плохи. Во-вторых, если у вас не английский проект, то там все не так хорошо. Как всегда, с неанглоязычными шрифтами много проблем. Ну, то есть, на самом деле воспроизводятся не те шрифты, которые там обозначены, а какие-то шрифты, которые на замену идут. А это все сразу портит внешний вид. Следующий пункт. Здесь вы должны выбрать значение картография. Это означает, что между элементами предполагается, что речь идет о путешествии, и поэтому между элементами такая красная пунктирная линия воспроизводится. Вот. Если вы не хотите этой пунктирной линии, чтобы она образовывалась, например, у вас элементы стоят в беспорядочном порядке и не соответствуют какому-то путешествию, то в этом случае, даже в случае, если вы работаете с картой, можете здесь сделать выбор имидж. Следующий пункт. Настроек. Call to Actions. Можете либо совсем не делать здесь ничего, либо оформить, написать здесь какое-то слово. Ну, я вот здесь написал слово «Поехали». Это слово, которое появляется на заголовочном слайде в качестве кнопки, красной кнопки, которая начинает, собственно, интерактивный процесс просмотра кадров. Ну и, наконец, последний пункт – вид карты. Я вам предлагаю для начала не трогать этот внешний вид карты. Здесь несколько видов карт. Некоторые из них черно-белые, некоторые раскрашенные. Это, сразу хочу вам сказать, не карты Google, не карты Яндекса. Это некий набор карт, который распространяется по свободной лицензии, и поэтому сервис StoryMap.js может их бесплатно использовать как вот такой вот интегрированный ресурс. Я вам предлагаю сначала оставить все по умолчанию, как есть. Может быть, несмотря на то, что карта черно-белая покажется для вас блеклой. Вот после того, как вы весь проект ваш сделаете, или хотя бы сделаете, ну, с десяток точек настроите, нормально настроите их, каждую из этих точек заполните результатом, вот после этого можете вот здесь вот этими картами поиграться, посмотреть, какая из карт вам кажется более привлекательной конкретно для вашего случая. Обращаю ваше внимание, что выбора на все случаи жизни нет. Иногда, ну, это, во-первых, зависит от ваших предпочтений, во-вторых, это зависит от того, насколько многие карты по-разному смотрятся в увеличенном масштабе и в уменьшенном. Если у вас большие расстояния между точками, то иногда удобнее использовать одну карту. Если малые расстояния, то может использовать какая-то другая карта, показаться вам более привлекательной. Собственно, это все настройки проекта, которые можно сделать. И лучше эти настройки сделать с самого начала, перед тем, как вы начинаете работать. Следующие две кнопки, которые располагаются наверху, это кнопка Save и кнопка Publish Changes. Вот здесь надо иметь в виду, что, ну, вообще-то автосохранение происходит, как правило, достаточно часто. Как минимум, после того, как вы сделаете следующий слайд и переходите к новому слайду, происходит сохранение результата. Ну, вы можете и сами подтвердить сохранение нажатием на кнопку Save. Как только вы нажимаете на кнопку Save, у вас появляется вот такая вот плавающая кнопка, которая не всегда видна. Она видна только в том случае, если последние изменения не опубликованы. Кнопка, которая называется Publish Changes. То есть, опубликовать изменения. Вот, обращаю ваше внимание, это действует в многих случаях, что сохранение результата и публикация результата, это совершенно два разных процесса. Если вы ни разу не публиковали результат, то у вас результата и нет. Несмотря на то, что вы, может быть, сохранили в сервисе уже 100 слайдов, но конечного результата у вас пока нет. До тех пор, пока вы хотя бы один раз не нажали на кнопку Publish Changes, вы не можете получить конечный результат для использования у себя. Я вам предлагаю на эту кнопку нажимать всякий раз после того, как вы нажали на кнопку Save. Тогда у вас результаты будут опубликованы постоянно, и их можно будет брать потом при помощи следующей кнопки Share. Кнопка шея, вот, собственно, ее рассматриваем теперь, вот эту вот кнопку. В этой кнопке можно взять две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на результат в виде отдельной страницы. То есть, если вы хотите свой результат показывать в отдельной странице, то используйте эту ссылку. Это легальная ссылка, которую можно поместить в браузер, в окно адреса в браузере и получить результат на отдельной странице. Если же вы хотите вставить ваш интерактивный элемент, ваше путешествие в свой курс, в свой сайт, в блог и так далее, используйте вот этот вот код iFrame для вставки его туда, куда вы считаете нужным. Вот этот, обращаю ваше внимание, что вот этот, первая ссылка, ее можно вставлять прямо в браузер. Вторая ссылка в браузере работать не будет, если вы этот код поместите в строку адреса. Это кусочек HTML-кода, который надо вставить на вашу страницу. Вот имейте, пожалуйста, об этом представление, что это разные-разные коды. Да, ну и здесь же можно подстроить ширину и высоту вот этого Embed-кода. Это вот относится ко второму случаю. Ширина и высота может, вообще говоря, не совпадать с теми настройками, которые были у вас в настройке всего проекта. Потому что в настройке всего проекта то, что было, оно действует вот сюда, на первый случай, если вы это располагаете в отдельной страничке. А для фрейма, может быть, у вас отдельный вариант. Здесь вы можете поставить другие настройки, поменьше, например, 90% и 600 пикселей. Ну, может, у вас просто места нет соответствующего, чтобы вот так широко разгуляться, как было там. С настройками все. Да, и давайте вот по настройкам я вам тоже покажу ролик следующий, который закрепит этот материал. А теперь давайте поговорим о том, как создавать интерактивные истории в сервисе StoryMap. Для начала попробуем создать интерактивное путешествие. Несколько слов до того, как мы начнем работать. Сервис StoryMap, как и другие сервисы группы NITLAB из Северо-Восточного университета США, является полностью открытым, бесплатным и не требует даже регистрации. Однако для своей работы он использует ваш аккаунт Google. Вы должны быть зарегистрированы в Google, иметь там аккаунт, и с этим аккаунтом StoryMap будет производить некоторые действия. В частности, все загруженные вами изображения будут помещаться в ваш Google Drive, и там же на Google Drive StoryMap будет хранить некоторые свои служебные файлы, связанные с вашими проектами. Итак, попробуем создать интерактивное путешествие. Для этого мы должны либо перейти по меню Create, либо нажать на вот эту вот большую зеленую кнопку Make a StoryMap Now. Нажимая на эту кнопку, мы попадаем в окошечко, в котором нам StoryMap предлагает связаться с нашим аккаунтом Google. Нажимаем на эту зеленую кнопочку, и я попадаю в список тех проектов, которые я уже сделал. Здесь у меня два готовых проекта, которые я покажу чуть позже, и две заготовочки для нашего сегодняшнего ролика. Первая из заготовочек, собственно, связана с примером интерактивного путешествия. Прежде чем я перейду по этой ссылке, давайте посмотрим, что можно сделать в этом окошечке. В этом окошке есть кнопки для управления проектами. Например, нажав на вот эту кнопочку, я могу либо удалить проект, либо его переименовать, либо создать его копию, чтобы на ее основе потом создать совершенно новый проект. Не будем сейчас ничего этого делать, все проекты уже созданы. Давайте зайдем в заготовку пустого интерактивного путешествия. Я так и назвал это путешествие. Пример интерактивного путешествия. Мы входим в главную страницу создания интерактивного путешествия, и сейчас рассмотрим те управляющие элементы, которые здесь есть. Давайте пока оставим в стороне основное поле, и посмотрим, какие есть управляющие элементы в верхнем ряду. Прежде всего, мы можем снова вернуться в этот списочек и выбрать какой-то другой проект. Вот он снова открылся. И теперь давайте посмотрим кнопочку Options. Эта кнопочка описывает основные характеристики всего проекта. Здесь мы видим, во-первых, размеры проекта. В первой строке указано, что размеры проекта по ширине 100%, а по высоте 80 пикселей. Далее, здесь надо выбрать язык. Я уже выбрал русский язык интерфейса. Если по умолчанию будет стоять английский язык, то язык интерфейса готового интерактивного путешествия будет английский. Так что здесь надо выбрать русский язык. Далее, Fonts, шрифты. Здесь лучше оставить все по умолчанию, то есть Default. Потом вы сможете поиграться с этими шрифтами. Это пара шрифтов, которые описывают заголовки и описания. Ну, я хочу вам сказать, что русские шрифты, как всегда, представлены не очень хорошо. Поэтому Default это будет один из самых лучших выборов. Далее, Вид нужно выбрать картографический. Вид Image можно выбирать только в том случае, если вы не хотите, чтобы ваши точки были связаны маршрутом прерывистой красной линии. Дальше вы можете назначить красную кнопку, на которой вы можете написать что угодно. Эта красная кнопка будет располагаться на самом первом заголовочном слайде. Вот я, например, могу поставить здесь Yes и после этого ввести какое-нибудь слово. Например, поехали. Ну и последняя, очень важная настроечка, это выбор вида карты. Вот если я сейчас здесь нажму на вот эту кнопочку, то вы увидите, как много здесь разных видов. Последние две строки мы рассматривать с вами не будем. Это достаточно сложные случаи, когда у вас пользовательская карта с вашими собственными пометками. Либо на сервисе Mapbox есть такой сервис, который позволяет создавать, бесплатно создавать свои собственные пользовательские карты на основе открытых к применению общедоступных карт. Ну и совсем сложный случай Custom. Это когда вы подготовили вообще свою собственную карту в виде ряда изображений и хотите с ней работать. К сожалению, этот случай очень плохо описан на самом сервисе и как им пользоваться не очень понятно. Что касается всех случаев, которые описаны выше, это разные варианты оформления общедоступных карт и разные варианты, разные сервисы, которые предоставляют карту. Пока выберите то, что здесь стоит по умолчанию, после того, как вы создадите путешествие, вы сможете выбрать тот вид карт, который вам больше понравится. Это зависит не только от вкуса, но и от того, будет ли в той области, в которой вы собираетесь совершить путешествие, хорошее отображение тех объектов, на которых вы побывали. Кроме вкладочки Display, есть еще вкладочка Sharing, которая позволяет сделать описание и загрузить какое-нибудь изображение, связанное с тем, как будет выглядеть ваше интерактивное путешествие при его расположении в социальных сетях. Сейчас не будем заполнять эту вкладочку. Закроем опции и посмотрим, какие еще есть кнопочки в верхнем ряду. Есть кнопочка Save, на которую надо не забывать нажимать периодически, потому что без нее все изменения на карте не будут сохранены. Нажмем ее. И мы видим, после того, как сработала кнопочка Save, появляется кнопочка Publish Changes. Это означает, что мы сохранили результат нашего проекта, но пока не опубликовали его. А чтобы опубликовать, мы должны нажать еще и на эту кнопочку. Вот теперь мы опубликовали проект, хотя проект еще, по сути, совершенно пустой. Ну и давайте посмотрим, какие еще есть кнопочки в верхнем ряду. Есть кнопочка Help, но заранее хочу вам сказать, что Help здесь малофункциональный. Первая строчка, она отсылает к достаточно сложным случаям работы с данным сервисом, связанным с программированием. А вторые две строчки адресуют на форумы, на которых разбираются различные сложные случаи и на них можно пообщаться, правда, на английском языке. Ну и последняя кнопка первого ряда, кнопка Share, которая позволяет опубликовать ваш проект сразу в соцсетях. Либо взять ссылочку, по которой можно открыть ваш проект опубликованный. Вот он этот проект, он пока состоит из одной кнопки Поехали, которую мы создали. По мере наполнения проекта вы увидите, что и здесь будут происходить изменения. И вот этого кода iFrame. Этот код вам нужен в том случае, если вы захотите вставить свой проект на свой сайт, в блог, в электронный учебный курс или еще куда-нибудь. Специально для этого случая, для этого кода, есть еще дополнительные возможности по изменению вертикального и горизонтального размера вашего интерактивного путешествия. На этом мы закончили рассмотрение верхнего ряда опций и перейдем, собственно, к контентному наполнению нашего интерактивного путешествия. Теперь посмотрим, как работать с отдельными слайдами, с их настройкой. Ну вот еще один вариант того, как выглядит опубликованный результат одного единственного слайда. Здесь, как вы видите, есть переходы вперед-назад. Либо переходить вы можете по слайдам, прямо нажимая на вот эти вот участки на карте. А теперь посмотрим, как это редактируется. Мы переходим к вот этой вот панели. Это область управления событиями или слайдами. Здесь может располагаться, всегда располагается хотя бы один слайд. Первый заголовочный слайд, он находится наверху вот здесь вот. И любое количество других слайдов. Текущий слайд выделяется красным светом. Слайды можно удалять, добавлять и перемещать, просто перетаскивая мышью вперед или назад. К сожалению, нельзя дублировать. Не знаю, почему этой функции нет, она очень удобна была бы. Всегда, когда вы создаете новый слайд, вы нажимаете на плюсик, вот тут внизу всего списка есть такой плюсик. Нажимаете на него и при этом дублируется слайд, который самый последний в списке находится. Вот такая вот система управления слайдами. Теперь, собственно, о настройке слайдов. Первое. Как же, собственно, поставить точку? Труднее всего поставить самую первую точку, потому что в самом начале вы находитесь вот на окне с картой всего мира. И если вам надо переместиться в какую-то точку, в какой-нибудь город, городок или село, или даже лесок какой-то, вам надо сначала это все найти на карте. Ну, вы можете, во-первых, карту сами перемещать туда-сюда, находить этот кусочек местности. Ну, самый простой способ – это сначала найти поиском это место вот здесь. Вот просто вводите здесь место, например, там город Тверь, получаете ее карту, а потом уточнением этой карты, масштабированием или перетаскиванием уже переходите к тому объекту, где вы хотите располагать вашу точку интереса. Вот. После этого вы либо просто двойным щелчком ставите, двойным щелчком мыши ставите ваш указатель в то место, которое вас интересует, либо если предыдущее место вашего указателя находится рядом, перетаскиваете этот указатель мышью в то место, куда вам надо. Вот два таких пункта. Здесь я хотел бы вам рассказать про особенность, которая существует у StoryMap.js в режиме карты. В режиме гигапикселя все совсем наоборот. А вот в режиме карты это действует. Вот этот вот масштаб, который вы устанавливаете при постановке маркеров вот этих, он не будет соблюдаться при просмотре вашего готового результата. При просмотре готового результата масштаб определяется автоматически, и StoryMap.js старается этот масштаб сделать оптимальным. Если вот эти вот точки, они у вас располагаются далеко друг от друга, например, там на сотни километров, то и масштаб будет большой. То есть мелкий масштаб, скажем так. Если у вас здесь несколько точек стоит подряд, там вот так вот обозначу эти точки, то и масштаб будет крупный, такой, чтобы поместить несколько последних точек вот в линию вот здесь вот. Соответственно, как только вы начинаете рассказывать о местах, которые располагаются близко друг от друга, то и масштаб становится крупным. Как только следующая ваша точка находится на дальнем расстоянии, то масштаб становится мелким автоматически. А вот этот выбор масштаба, он существует только для того, чтобы вам удобно было бы поставить вот эту точку в режиме редактирования. Вот здесь как раз это и показано. Видите, три точки рядом и автоматический масштаб в опубликованном результате. Он стал достаточно крупным, чтобы показать эти точки. Это вот несколько десятков или сотен метров друг от друга эти точки располагаются. И, соответственно, масштаб показа стал достаточно крупным, чтобы уместить несколько точек в один показ. Теперь поговорим о вот этом поле. Это поле выбора медиа. То есть это то поле, которое определяет картинку, звук, любой медиафайл, ссылку на Википедию, видео и так далее. Твит, например. Все это можно записать вот здесь. В поле медиа ставится ссылка на этот ресурс. Обращаю ваше внимание, точно так же, как в сервисе StoryMap Timeline.js, этот ресурс должен находиться где-то во внешних местах. Есть один нюанс, исключение, которое касается изображения. Изображение можно загружать в ресурс StoryMap.js и там воспроизводить. То есть ваше изображение вы можете загружать. Все остальные медиа-ресурсы должны располагаться где-то на облачных сервисах в интернете. К медиа-ресурсу можно сделать подпись, копирайт и просто подпись к вашему медиа-ресурсу. Еще раз обращаю внимание, это касается именно медиа-ресурса, а не всего слайда. Это не описание слайда, это описание медиа-ресурса. И вот так это выглядит. Вот видите, мы здесь заполнили, дали ссылку на изображение. И я здесь поставил свой копирайт, что это мое фото. И вот так это здесь выглядит в опубликованном результате. Вот эта фотография. А вот моя подпись о том, что копирайт на фотографию принадлежит мне. Ну и, да, вот другой вид. Здесь, например, я поместил видео на этой точке. И вы видите, что здесь образовалось видео. Обращаю ваше внимание, что если нет заголовок у слайда, но нет описания, то медиа помещается не над заголовком, а под заголовком. Потому что оно считается уже основным содержанием данного слайда. Ну и, собственно, вот мы пришли к вот этому элементу. Это элемент описания, описания слайда. И здесь есть две настройки. Первое – это название. Это крупным шрифтом появляющиеся названия слайда. Ну и описание, которое можно давать текстом с некоторой минимальной настройкой. Здесь можно поставить жирный текст, наклонный текст. Можно поставить ссылочку какую-то простейшую в интернете. Ну и можно отредактировать это все в режиме HTML, сделать какие-то простенькие HTML настройки. Конечно, очень сложный HTML текст не воспринимается, но какую-то простую HTML настройку сделать можно. Если вы сюда помещаете текст из другого сайта, просто копипейстом, то у вас сохраняются все настройки этого HTML. Если там были ссылки, в частности, то эти ссылки воспроизводятся. Например, если вы с Википедии участок текста с ссылками сюда перенесли, то все ссылки здесь сохранятся так, как они были в тексте Википедии. Вот так это выглядит здесь. Видите, у нас название и один абзац. И результат такой же. Вот оно название крупным шрифтом. И вот один абзац описания, который снизу. Ну и, наконец, поговорим об опциях, которые снизу располагаются. Вот эта кнопочка «Slide Options» — настройки слайда. К сожалению, здесь одна единственная настройка, в которой можно выбрать фон слайда. Фон слайда может быть обозначен либо цветом, либо вы можете дать ссылку на графический файл, который является фоном. Вот. Ну и выглядит это примерно так. Вот в данном случае здесь графический файл в виде фона, и вот он, этот фон, здесь отобразился. И последняя настройка, о которой мы поговорим, — это настройка маркера. Если у вас есть какие-то маркеры, которые вы хотите использовать как более красивого вида, то, ну, вот так вот это можно сделать. Например, выбрать какой-то другой файл для... Как правило, это лучше использовать PNG-файл с прозрачностью. Ну и вот так, например, такой красивый можно поставить маркер, вот, для того, чтобы как-то свой проект отличался от всех других проектов StoryMap.js. И, ну, давайте закрепим это, как всегда, роликом, который позволит нам это посмотреть в движении. А теперь давайте посмотрим, как наполнять контентом наше виртуальное путешествие. Левый вертикальный столбец служит для того, чтобы создавать и управлять слайдами. По умолчанию наверху всегда есть главный слайд, это заголовочный слайд. Кроме того, мы можем добавлять любое количество дополнительных слайдов. Вот сейчас я создал четыре разных слайда. Что я могу с ними делать на этой панели? Я могу их менять местами. Могу добавлять, как я уже показал. И могу удалять любой из них. Дальнейшее наполнение контента делается на основном экране сервиса для каждого слайда в отдельности. Давайте перейдем в уже заполненный проект, чтобы увидеть, как это делается. Сейчас мы откроем проект, который называется «Путешествие в Тутаев». В этом проекте заполнен и главный кадр заголовочный, и еще дополнительно 13 различных слайдов. Давайте посмотрим, как наполнять контентом отдельные слайды. Для этого служит вот это вот основное поле нашего проекта. На заголовочном слайде вы видите общую карту мира, а на тех слайдах, которые описывают конкретные точки назначения, это слайды с увеличенными картами тех участков, которые нам необходимы. Вернемся к заголовочному слайду. Прежде всего мы должны заполнить поля, которые находятся внизу под основным полем с картой. Какие это поля? Это поле «Медиа», в котором мы можем поместить изображение или любой другой медиаресурс. Как вы помните, по примерам это могут быть видеоресурсы, это могут быть ссылки на публикации в соцсетях, звуки и так далее. Достаточно много разных видов ресурсов. Внизу описание того, кому принадлежит этот медиаресурс. И краткое описание медиаресурса. Ну и справа текстовые поля, это заголовок слайда и описание слайда. Описание слайда может быть размечено. Например, тут могут быть сделаны какие-то выделения жирным шрифтом, наклонным шрифтом. Может быть введена ссылка какая-то. Либо можно сюда ввести какой-то HTML-код. Теперь ознакомимся со слайдами конкретных точек. Первая точка нашего проекта – это Ростов-Великий. Как я нашел эту точку? Эту точку можно найти при помощи поиска. Я могу также просто передвигать карту, искать необходимые мне точки и перемещать эти точки. Перемещать точку я могу, например, просто двойным щелчком, либо перетаскивая ее из места в место. Вот сейчас мы слегка поменяли первоначальную точку путешествия, сместили ее на несколько сот метров правее. Давайте посмотрим, какой у нас результат получился. Для этого сохраним результат, опубликуем его. И возьмем здесь ссылку на результирующее путешествие. Путешествие открывается, и мы видим карту, на которой расположены все наши точки. Эту карту можно двигать, увеличивать, уменьшать. Ну и мы можем начать двигаться по нашим кадрам. Мы можем это сделать двояко, либо нажав на вот эту стандартную кнопку, либо на ту кнопку «Поехали», которую мы создали в самом начале нашего ролика. Перемещения по карте – они автоматические. Масштаб выбирает сам сервис. В зависимости от того, насколько близко расположены ближайшие точки маршрута, выбирается масштаб карты. Вот сейчас мы начнем двигаться по маршруту, и увидим, как точки то приближаются, то отдаляются друг от друга. Несколько точек расположены рядом, поэтому масштаб сразу увеличился. Следующая точка расположена достаточно далеко, в нескольких десятках километров, поэтому сначала масштаб уменьшился, а потом, так как следующие точки расположены близко друг к другу, карта вновь приближается. Вот и все наше путешествие. Полтора десятка кадров. Перейдем теперь снова в сервис, и посмотрим на наполнение отдельных кадров. Здесь мы использовали различные медиаресурсы. В первом кадре я использовал картинку. Во втором ссылку на Википедия статью. В третьей снова картиночку. Картинки мы можем подгрузить следующим образом. Либо дать здесь ссылку на картинку, которая располагается в интернете, либо загрузить изображение со своего компьютера. Но напоминаю, что изображение попадет к вам на Google Drive, то есть будет храниться все равно в интернете, просто на вашем личном диске Google. Никаких особенностей здесь нет. В общем-то, вот эти поля, они описывают все, что нужно для каждой конкретной картиночки. Хотел бы обратить внимание на единственную настройку, которую можно сделать для слайда. Это настройка фона. По умолчанию все слайды имеют белый фон, но можно здесь изменить значение фона на какое-то другое значение, например, на свет-то серое. Вот так вот, на серое. Либо загрузить какую-нибудь фоновую картиночку. Вот сейчас я изменил фон на третьем слайде. И мы можем либо посмотреть это вот так, как мы уже привыкли делать. А теперь найдем третий слайд на нашем путешествии. Вот вы видите, что фон стал светло-серым. Либо можем посмотреть это другим образом. Обращаю ваше внимание, в сервисе есть еще вот такая вот вкладочка Preview. В ней показывается примерно то же самое, что и вот здесь. Но хочу обратить внимание, что эту вкладочку надо использовать достаточно осторожно, потому что отображаемая здесь информация не всегда в точности соответствует тому, что получится в результате. Поэтому для быстрого контроля эту вкладочку используйте. А для точного контроля лучше каждый раз производить публикацию проекта и смотреть его в другой вкладке или даже в другом браузере. В заключение хочу отметить, что в качестве медиаресурсов понимается достаточно большое количество внешних ресурсов. Для тех, кто смотрел мои ролики по сервису Timeline.js, могу сказать, что практически все медиаресурсы, которые могут применяться в сервисе Timeline.js, могут применяться и в сервисе StoryMap. За редким исключением. Кроме того, обращаю внимание, что здесь есть дополнительная возможность. Это использование HTML-кода в графе описания. И этот HTML-код, он, конечно, должен быть достаточно простым, но может содержать и различные усложненные случаи, такие как теги блок-квод и так далее. Тут надо экспериментировать. Это уже для тех, кто хочет сделать достаточно сложное путешествие со сложными описаниями, возможно, с более сложным форматированием и так далее. Кроме того, я хочу отметить, что вот здесь вот медиа, где по умолчанию стоит предложение внести туда URL, то есть ссылку на какой-то внешний медиаресурс, на самом деле понимается не только URL, но и более сложные конструкции, такие как iFrame. И через iFrame можно сюда внести очень интересные интерактивные вставки, такие как вставки из других сервисов, интерактивные картиночки и так далее. Очень интересная возможность. При помощи этого окошка в StoryMap можно внести даже такие сложные конструкции, как оси времени, созданные в Timeline.js, и аналогичные. На этом мы с вами закончим знакомство с виртуальными путешествиями и в следующих роликах рассмотрим возможности StoryMap по созданию интерактивных иллюстраций. Ну, а на этом, на этой светлой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний вебинар. Я надеюсь, что эти учебные ролики смогут вас при желании помочь вам освоить сервис StoryMap и дать вам возможность использовать в вашем авторском контенте такую замечательную возможность, как интерактивное путешествие. Ну что ж, если у вас есть вопросы, я готов выслушать. Да, я вижу, что кое-кто из вас смотрел точно, внимательно, даже заметили неточности в названиях тех деревьев, которые я упоминал, ягод. Это здорово. Ну что ж, коллеги, тогда давайте, если я еще подожду минутку, если не будет вопросов, то тогда будем прощаться. У меня еще до конца нашего сезона два вебинара. Один будет посвящен очень интересной, но достаточно сложной теме геосервисам, как сделать свой собственный геосервис. Интерактивный элемент в виде карты интерактивной. И еще один вебинар в конце нашего месяца по поводу трехлетия нашего проекта «Ортотека». Что ж, вижу, что нет вопросов. Хорошо, я надеюсь, что сегодняшний мой вебинар был для вас полезным. И, возможно, кто-то из вас станет использовать данные возможности в своей работе. Ну что ж, до свидания. До завтра. Завтра мы с вами встретимся на вебинаре Константина Костюка. Кто из вас, конечно, желает туда попасть. А вообще, до новых встреч в деревне. Субтитры создавал DimaTorzok